Субтитры делал DimaTorzok Немножко расскажу, где мы, кто мы и вообще зачем мы здесь. Вы видите перед собой Союз Литераторов России, не Союз Писателей, хотя я думаю, что здесь среди наших гостей члены Союза Писателей. Немножко хочется сказать, что Союз Литераторов не является правонаследником Союза Писателей СССР. Не претендует на имущество Союза Писателей СССР и на все остальное тоже. Союз Литераторов России ведет свою историю от Союза поэтов Блока и Гумилева. Появился он 20 лет назад, вот в прошлом году. Мы как раз отмечали 20-летие как бы возрожденного Союза, но только не поэтов, а литераторов. Мы с вами помним, что Союз поэтов Блока и Гумилева – это поэтическое объединение. У нас объединение несколько иное. В него входят и прозаики, и литература веды, и журналисты, и публицисты, и краеведы, ну и так далее можно продолжать. У нас есть барды, которые пишут это условие – хорошие стихи. И хорошую музыку на свои хорошие стихи. Собственно, вот это и является условием. Мы ежегодно выпускаем альманахи. Сначала мы выпускали альманах «Вектор творчества», потом альманах «Словесность». И вот сейчас как раз я покажу вам несколько таких книг. Буквально на подходе очередной альманах. Мы его выпустим через 2-3 недели. Ну вот альманах 2011. Вот так он выглядит, альманах «Словесность». Толстенький такой. Вы видите здесь знакомые лица на обложке, потому что очень много материалов посвящено Серебряному веку. Мы с вами помним, что в прошлом году было 120 лет со дня рождения Булгакова, поэтому здесь много публикаций. Большой очень альманах. Здесь есть самые разные разделы. Авторы у нас представлены на форзанцах. Многие говорят форзанцах. Правильное ударение форзанцах. Так трудно произносится. Правильно форзанц. И у нас здесь большое содержание. И просто вот, я просто, пока Юрий Витальевич отдыхает, буквально два слова. Проза и поэзия. Дебют. Из неопубликованного. Неопубликованный здесь, например, Венедит Ерофеев. Всем вам хорошо известный писатель. Правонаследница, невестка которого является членом нашего союза. Вот шестая глава его благовествования. Дальше публицистика, наследие, нешуточные страницы, имена и символы эпох, где несколько материалов, посвященных, как я уже говорила, Булгакову и в том числе Осипу Мильчу Мандельштаму, 120-летие которого мы тоже отмечали в прошлом году. Мастерская, очень много материалов о словарях, есть специальный раздел лексикографии, рецензии, историю русской словесности, например, небольшой материал, но тем не менее любопытный, об Ардове, о семье Ардовых, об этом доме. Материал об Аркадии Пахомове. И вот что удивительно, вышел Альманах и буквально накануне умер Аркадий Пахомов. Буквально мы привезли из типографии, а за день до этого Аркадий умирает. Так что здесь очень интересный материал о нем. Ну еще что хотелось бы сказать к истории, вот то, что мы постоянно публикуем, почти постоянно, из истории лет объединений, комитетов литераторов и творческих союзов. Есть у нас обязательно семейное чтение, то есть это Альманах, который можно, вот этот раздел, читать детям, это не страшно. Есть у нас события текущей жизни, там рассказывается о презентациях, которые у нас проходят, о борьбе за помещение. Есть путешествия литераторов, например, в поисках Гомеровской таки, Аргентина манит негр, это материал Ванханан, французский вкус. Вот с этим можно познакомиться. И всегда Альманах завершает антология одного стихотворения. Ну вот здесь бывает до 100 поэтов в этой антологии. Вот так выглядит Альманах, который я вам показываю в словесной 2011. Как я уже сказала, через 2-3, ну максимум 4 недели в России все непредсказуемо выйдет очередной Альманах «Словесность-2012». Вот я рассказала немножко, что мы делаем. Мы выпускаем еще и газеты, у нас есть свой сайт. Но мне хотелось бы еще представить и членов нашего правления, которые возглавляют всевозможные секции. Их достаточно много. Ну прежде всего, сопредседатель Союза литераторов Аталий Марин Сергей Иванович. Он ведет наш сайт и является председателем секции публицистики. Так что если какие вопросы по части публицистики, это все к нему. Сопредседатель почти 20 лет Союза литераторов России Цисельчук Дмитрий Юрьевич, поэт, переводчик, главный редактор Альманаха «Словесность». Вот, собственно, все 6 лет существования его, а до этого Альманаха «Вектор творчества». И еще мне хочется вам представить членов правления, это Федор Вадимович... Я не член правления. Ой, вы не член правления, но вы наш спаситель. Федор Вадим Шелков-Коведяев. Не надо лишать. Хозяин этого дома. А я на вас смотрю, и вы для меня просто член правления, потому что только человек, обладающий властью, может нас приютить. У нас когда-то отняли вручение. Разве только мирового правления. Мирового правления. А, вот, собственно, да, так и буду представлять. Федор Вадим Шелков-Коведяев, член мирового правления. У нас отняли помещение лет 15 тому назад, и все время нам его обещают вернуть. Если не это, то другое. Например, там дворец Юсуповых хотели нам дать, мы согласились, нам все равно не дали. Нам еще что-нибудь показывают, мы на все соглашаемся. Нам говорят, да, ну тогда вот другое. Вот такая история. И поэтому для нас чрезвычайно важно, что мы оказались здесь. Мы собирались и в Народном Доме. А, для меня чрезвычайно приятно. Чрезвычайно. Да. Значит, и мы собирались в музее меценатов и благотворителей. И вот сейчас здесь, в Российском общественно-политическом центре, да еще в Георгиевском зале. Хотя я и настаиваю на том, что вот там, где Георгий Победоносец, змей должен быть не с одной головой, но с тремя. Вот это наша постоянная дискуссия с Федором Вадимовичем. Еще мне хочется представить Валентину Куклевой, член правления. Он возглавляет секцию прозы, его романы очень необычные, в чем-то очень близкие Юрию Витальевичу Мамлееву, в чем-то. По необычности своей, по нетрадиционности вы можете почитать в нашем Альманахе. Сейчас глаза разбегаются, людей много. Ну и сама Нина довольна, да. А, я еще есть. Прошлый координатор, а вот теперь дослужилась до первого секретаря программы. Ну, в общем, я в секции публицистики, занималась краеведем, работала на радио, делала культурологические передачи, что особенно важно, потому что именно просвещение, как мне кажется, это чрезвычайно, важно этим заниматься, делать, несмотря ни на что, на все трудности, которые у нас встречаются. Ну и у нас здесь много поэтов. Значит, как у нас обычно строится наше заседание, когда вот мы собираемся. Мы представляем новые книги, мы представляем новые выпуски газет. После презентации у нас чтение по кругу и вот такой вот общий стол. У нас обычно веселое застолье, но это уже происходит без живого телевидения. Мы с вами видим здесь представителя живого телевидения, живое ТВ. Это художественный руководитель живого ТВ Артем Каверин. Кроме этого, он пишет полемические статьи в нашем альманахе. Например, он пишет о том, что уже какие-то театры, уже ничего не будет. Если будет, то что-нибудь не так. Там заметки драматурга очень серьезные, можно прочитать в альманахе, который мы готовим. И еще совместно с таким изданием, как «Союз писателей XXI века». Есть такой, его возглавляет Евгений Степанов, который почему-то опаздывает сейчас. Мы издаем газету «Литературные известия». Вот так она выглядит. Здесь много самых разных материалов. И в том числе материалы наши. Рожкова. Председатель секции поэзии. Поэты здесь есть, я чувствую. Вам будет интересно. Наталья Рожкова. Если что, то к ней. И вот, собственно, мы можем посмотреть в январском номере «Литературных известий», который не так давно вышел. Есть публикация моя, посвященная 200-летию. 200 лет назад, в 1812 году, родилась Наталья Николаевна Гончарова. И 50 лет назад, в 1962 году, ушла из жизни Наталья Сергеевна Гончарова. Я пробовала найти общее, что объединяет этих женщин не только внешне, но и по характеру. И нашла. Так что в этой газете. И еще очень интересные стихи членов Союза литераторов. Здравствуй, новый, незнакомый, неизвестный Новый год. Поскольку январский номер, то все это можно почитать. Так что вот эту газету я кладу сюда. Значит, у нас... В электронном виде. В электронном виде. В ридинг-холл, читальный зал. Не журнальный зал, а читальный зал. Это можно прочитать. Ну, теперь Юрий Витальевич. ПосVictique. Укро. 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 Прин – шашка. Продолжение следует...